С каждым поколением представления о Великой Отечественной войне становятся более размытыми. Я даже представить не могу, что было бы со мной, а кажись я там. Ведь мне всего 15 лет. Я услышал утром громкоговоритель. Он сообщил, началась война. Я подошел к дяде и спросил, простите, а что случилось? А он в ответ, ты что, не слышал? Началась война. А теперь прости, мне нужно идти на фронт. Так вот где мой папа, подумал я и испугался. Наверное, оказавшись в такой ситуации, я не пойму, что случилось. Если мне скажут слово война, я не поверю. Вдруг это шутка? Нет, это точно шутка. А вот нет. Действительно война. Я спрячусь, пережду первую атаку, чтобы окончательно прийти в себя и все обдумать. Но потом, я точно знаю, пойду на фронт. Я буду рисковать своей жизнью, ведь мне есть что и кого защищать. Представьте себя в роли обычного ребенка, живущего в страхе, боясь умреть в раннем возрасте. А вдруг этим ребенком буду я. Я. Та, которая пару минут назад была обычной школьницей, у которой есть все. Семья, друзья, знакомые. И вдруг ты оказываешься там, где вокруг тебя только разрушенные дома, убитые люди, голод и нищета. Я бы боялась того, что на фронте погибнут моя мама и папа. Я бы тоже воевал. До конца. Старался бы до конца. Я бы чувствовал боль и страх. Но еще я чувствовал то, что мы победим фашистов. Будем праздновать День Победы каждый год. Если бы я оказалась на войне, я бы пошла в гущу событий. Может быть, я стала летчиком и сбрасывала снаряды на фашистов. Если бы я оказалась на войне, я бы не стала сидеть дома. Я пошла бы в партизаны или стала снайпером. На фронт были очень большие очереди. Каждый хотел помочь стране, но не у каждого это получалось. Они шли и три, и десять раз. И их пускали, говоря, ладно, вы уже десятый раз пришли. И еще десять раз сможете. Я вижу, дух сильный, а сердце стальное. Беру. Оказалось, что я попал в прошлое. Когда шла война. Прошло какое-то время, и я понял, что хочу воевать. Когда я заметил врага, я начал медленно прицеливаться и нажал на круг автомата, после чего потерял сознание. На следующий день к нам в санчасть доставили очень много раненых солдат. Мне сказали, что нужна моя помощь. Я, конечно, согласилась. Но мне было очень страшно. Я никогда не думала, что я буду на войне. Особенно помогать раненым. Мне было страшно спать. Кто-то стонал, кто-то лежал без сознания, а кто-то умирал. Время было страшное. Жизнь становится холоднее, голоднее и страшнее. Вся еда в основном отправлялась на фронт. Каждая карташинка была на счету. В кладовке еды становилось все меньше и меньше. Мороз, снег. Я слышала очень многое про войну в это время года. Люди падали и замерзали. Мне даже сложно представить чувство людей, которые услышали, что на их землю вступила нога фашистов. Просто невероятно, как наши предки смогли преодолеть все эти трудности. Прошло 70 лет. И я горжусь тем, что наша могучая и сильная страна победила фашистов. В мире идут еще войны. И Россия победит других противников.